В нашем следующем сюжете мы поговорим о том, как любовь к братьям нашим меньшим может помочь воспитать в ребёнке доброту и милосердие. Сейчас мы заходим с вами в Велес. Ребята, три основных правила при походе по Велесу. Первое – держаться кучкой. Недалеко от Петербурга расположился российский карантинный центр помощи диким животным Велес. Сюда часто приезжают дети из воскресных школ. Перед началом экскурсии несколько слов о правилах поведения в центре. Потом можно отправляться в путешествие в страну, где спасают диких зверей. Начать лечить зверей проделал длинную-длинную дорогу. Длиннейшую он ехал на реку Лимпопо. А мы с вами, друзья мои, приехали в посёлок Раппопо, где тоже полным-полно зверей с проблемами. В этом Раппопо все звери проблемные ждут и болит, и не дождутся. Это не зоопарк, а больница для зверей. Для тех, кому плохо реанимация, для тех, кто поправляется санаторий. Здесь находятся животные, которые попали в разные печальные ситуации. Кто-то был задержан на таможне, их пытались провести без нужных документов. Кого-то отобрали у недобросовестных хозяев. Есть и те, кто получил травмы и нуждается в лечении. Программа, которую мы здесь проводим, это программа путешествия Айболита. И дети, подобные Айболиту, приезжают сюда для того, чтобы помочь животным. Что не животное, живущее в этом центре, то сложная судьба, трудности со здоровьем, переломанная психика. Потому что все они попадают сюда вследствие тяжелых жизненных коллизий. Кто отобран у недобросовестных фотографов, которые неадекватно обращались к животным. Кто задержан на таможне без должной документации. Кто во что гораст. Всем им нужна помощь опытного ветврача. Этим опытным ветврачом является Татьяна Викторовна Скворцова, знаменитый по всей Ленинградской области ветврач и хирург. Ей помогают студенты из ветеринарной академии, которые проходят здесь практику. Но без помощи волонтеров не обойтись. Волонтеры должны помогать и кормить животных, и запасать им пищу. Чистить клетки, совершать тысячу мероприятий, с которыми связана жизнь зоопарка. Сложная инфраструктура, малозаметная для глаза посетителя, тем не менее тончайший, тонко спаянный и сложно действующий организм. И помощь волонтеров, на самом деле, это вещь, которая нуждается в очень опытном руководителе. Вырастить такого человека, который может помогать, не мешая, который не перетягивает внимание на себя, это целая колоссальная задача. И звери в конечном итоге тут не самоцель. Нужно научиться помогать ближнему, исходя из его интересов. Посыл. Обращайся с другими так, как ты хотел бы, чтобы обращались с тобой, хорош, но не всегда. Все даже люди вокруг нас очень разные. А уж если говорить о зверях, и подавно. Если я буду обращаться с янтовидной собакой или с пеликаном так, как я хотела бы, чтобы обращались со мной, они не выдержат. Поэтому нужно научиться понимать того, что хочет животное, что хочет ближнего. Тезис такой хороший есть. Любить – значит знать. Потихоньку, помаленьку узнавать. Узнавать в практике, тут же воплощая то, что мы узнали, в реальные дела. В нашем случае это называется посильная помощь. Покормить зверюшек, нарвать травки кроликам, почистить кому-то вольер. Это очень важно, и хотя это капля в море ухода за заболевшим животным, попавшим в трудную ситуацию, тем не менее она очень значима. Но еще значима она для ребенка. Ребенок учится любить окружающий мир, людей, зверей, птиц, деревья, цветы. Все. Любить и понимать их. Вот в этом цель этой программы. Айболит приехал в Раполовский центр помощи диким животным. Но еще до того, как он приехал, здесь поселились помощники, которые обеспечивают лагерь зверей своей помощью, своим уходом, своей любовью. У программы для детей по следам доктора Айболита ветеринарный и зоотехнический подтекст. Здесь звучат истории про зверей, видна наглядная помощь тем, кто в ней нуждается. Родители считают, что такие мероприятия, несомненно, оказывают благотворное влияние на детей, помогают воспитывать в них милосердие и любовь. Мини-хорсы, мини-лошади, а я бы даже сказала, что это микро-лошади. Альпака – это животные, которые являются ближайшими родственниками верблюдов, гуанака и лам. Они мозоленогие. У них на ногах не копытцы, а толстые-толстые мозоли. Ольга Игоревна из «Лесной сказки» предложила очень интересную программу для детей, посвященную диким зверям и их реабилитации, их лечению. Как раз то, что происходит здесь. Мне понравилось, что здесь не просто экскурсия, здесь идет какой-то интерактив, а с помощью интерактива дети эффективнее запоминают информацию. Часть детей, которые сегодня приехали, – это маленькие прихожане храма Рождества и Анапретечи в поселке Юки. Сейчас мы начинаем организовывать воскресную школу, которая, я надеюсь, разрастется в большой образовательно-культурный центр Юков, где мы будем проводить разные занятия для детей, для взрослых, занятия, которые будут не только дополнительным образованием в его общем понимании, но и, естественно, соединены будут с каким-то духовным просвещением. Сейчас очень многое из того, что делается для детей, имеет больше развлекательный компонент. То есть в зоопарк мы приходим, там в вата, там в аттракционы, там посмотреть, пофотографироваться. А здесь вот сейчас Ольга Игоревна предлагает ребятам пойти помочь зверям. Она рассказывает, что это не просто звери, а звери, которые как-то пострадали, причем пострадали и от людей в том числе. Она дает возможность сейчас детям пойти покормить, как-то поработать, потрудиться на благо этих животных. Мне кажется, это более правильный подход. Развивает заботу о природе, бережное отношение к природе вообще. Мы здесь увидели животных, которые пострадали, например, чайка, попала в нефтяное пятно. Значит, здесь уже идет вопрос о загрязнении окружающей среды продуктами деятельности человека. Здесь есть медведь, которого в детстве покалечили опять-таки люди, сделав из него игрушку. Опять-таки мысль о том, что дикое животное все-таки должно жить в природе, что попав в руки к человеку, оно может пострадать. Постепенно потом у родителей будет возможность напомнить ребенку. А вот ты помнишь, вот там был медвежонок, а вот ты сейчас хочешь взять воробушка домой. Может быть не надо, помнишь, как плохо тому медведю. Давай мы воробушка оставим, его мама с папой найдут, он попадет домой, а не к нам. То есть здесь вот бережное отношение к природе, уважительное отношение, понимание, что кто где родился, тот там и должен жить. Дикие животные не являются домашними. Они приучают детей к живой природе, они учат милосердию. И мне кажется, в нашем мире, вот таком компьютерном и немножко развлекательном, это наиболее важно, потому что это соприкосновение с живым, соприкосновение, тем более здесь животные больные, то есть можно оказать им помощь, можно с ними пообщаться, можно про них узнать. Мне вообще кажется, что вот это вот стремление людей к природе, к живому, к миру, просто открыть глаза и посмотреть на то, что есть вокруг, мне кажется, что они очень важны. За это время дети окунулись в атмосферу заботы, любви, помощи ближнему. В доступной форме Ольга Савина, директор экологического центра «Лесная сказка», рассказала, почему рожденным свободными нужно помогать оказаться снова на воле. Можно, когда ты гуляешь, найти животное и не знаешь, как ему помочь. А тут учат, как ему помогать, чем его там кормить. Как за ним ухаживать. Мне это мероприятие понравилось тем, что там помогают животным, которые попали в беды, какие-нибудь проблемы. Там есть чайка, которая попала в нефть и поранилась. Вот хотелось бы, чтобы люди увидели это, почувствовали, что они виноваты в этом. Там уже много больных животных, там много животных, которые попали из-за травм, из-за охотников, из-за бандитов. Хочется, чтобы это наконец-то все закончилось. Вот я хочу, чтобы все дети и люди, которые это увидели, почувствовали это, и хотя бы помогли как-нибудь миру, поставили участие в это. Я надеюсь, что это как-нибудь получится. Там же животных очень много. Там и тюлени, и петухи, и курицы, и голуби даже, и всякие разные животные, млекопитающие птицы. И вот им всем помогает. Я очень благодарна этому центру, что он так помогает этим животным, помогает нам всем. Потому что, когда хорошо с животным, хорошо и нам, людям, на душе, что мы помогли как-то этим животным, что мы не убийцы, мы спасители. Вот я надеюсь, что все эти дети почувствуют, и люди, и начнут помогать уже всем. В Центре диких животных лечение, реабилитацию и карантинирование могут пройти практически все виды животных – и хищники, и водоплавающие, и птицы, и присмыкающиеся. Михаил Потапыч вряд ли будет выпущен на волю. Два года назад, обессилевший, израненный, без зубов, он пришел к людям и попросил помощи. Так он оказался здесь. Сейчас он нуждается в постоянной человеческой заботе. В заботе и уходе, как Михаил Потапыч, нуждаются все, кто так или иначе оказался в Велесе. Опыт сотрудников и серьезная база Центра позволяют спасать множество диких животных, попавших в беду. А дети учатся отличать настоящую помощь от той, которая может повредить животному. Учатся осознанному отношению к делу спасения зверей. Вот он!